Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Только что у нас с президентом Франции завершились обстоятельные переговоры. Они прошли в доверительном конструктивном ключе. Естественно, что первостепенное внимание было уделено вопросам совместной борьбы с международным терроризмом. Варварская атака на российский авиалайнер в небе над Синаем, страшные события в Париже, теракты в Ливане, Нигерии, Мали привели к массовой гибели людей, в том числе сотен граждан России и Франции. Это наша общая трагедия, и мы едины в своём намерении найти и покарать преступников. Уже усилена воздушная операция вооружённых сил России против террористов в Сирии. Наши военные действия эффективны. Боевики так называемого исламского государства и других радикальных групп несут серьёзные потери. Нарушена система управления и военная инфраструктура экстремистов. Существенно подорвана их финансовая база. В первую очередь имею в виду контрабанду нефти, которая приносила террористам и их спонсорам баснословную прибыль. Те, кто применяет в отношении террористов двойные стандарты и использует их для достижения своих политических целей, ведёт с ними преступный бизнес, играют с огнём. История показывает, что такие действия рано или поздно выйдут боком самим пособником. Россия и Франция знают, что такое дух союзничества. Так было не один раз в нашей истории. Мы сегодня договорились усилить нашу совместную работу на антитеррористическом треке, улучшить обмен оперативной информацией в борьбе с терроризмом, наладить конструктивную работу наших военных специалистов с тем, чтобы избежать дублирования и инцидентов, а наоборот, сконцентрировать наши усилия с тем, чтобы сделать нашу работу более эффективной в борьбе с террором. Избежать каких бы то ни было ударов по тем территориям и тем вооружённым формированиям, которые сами готовы бороться с террором. Мы с господином Оландом рассматриваем такое взаимодействие, как конкретный практический вклад в формирование широкой антитеррористической коалиции, широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН. Отмечу, что число стран, которые разделяют эту инициативу, растёт. Убеждены, что искоренение терроризма в Сирии создаст необходимые условия для достижения окончательного и долгосрочного урегулирования внутрисирийского кризиса. Условились продолжить самую активную совместную работу в рамках Международной группы поддержки Сирии, способствовать выполнению всех достигнутых там договорённостей, прежде всего по срокам и параметрам проведения межсирийских переговоров. Сегодня мы не могли обойти вниманием и ситуацию на Украине, обсудили в этом контексте перспективы взаимодействия в нормандском формате. Будем и впредь настаивать на реализации всех без исключения положений Минского соглашения, Минских соглашений от 12 февраля. В заключение я хотел бы поблагодарить господина Президента и всех французских коллег за открытый предметный диалог. Имеем в виду продолжить нашу беседу в Париже в рамках климатической конференции ООН. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...